Ты в духовном поиске, но пока новичок в вопросах религий. Будь осторожен, если ищешь ответы на свои вопросы в интернете. Наиболее таргетированная группа для вербовки – молодежь в возрасте от 14 лет. Как распознать лжепроповедника? Он приводит цитаты из священных книг и по-своему их трактует. Он называет страну твоего проживания антирелигиозной. Он против государственных символов и национальных ценностей. Он делит мир на черное и белое. Знай, лжепроповедники разбираются в психологии. Они умеют найти подход ко многим людям для вербовки. Они умеют убеждать, промывать мозги, зомбировать. Помни, сегодня они тебя окружили любовью, пониманием и дружеским отношением. А завтра ты можешь оказаться на территории воюющего государства. Экстремистская идеология отрывает адепта от семьи, от общества и даже от времени, в котором он живет, отбрасывая его фактически на уровень средневековья. Потому что он накладывает запрет на свободное и творческое мышление, продвигая слепое исследование за радикальными экстремистскими лидерами. В основе экстремизма заложена конфронтация приверженцев по отношению к культурным ценностям и национальной идеологии того социума, в котором они живут. Если вот не предпринимать никаких профилактических мер, он может привести к потере духа взаимопомощи. Внутри общества может разрушиться основы взаимодействия, к чему призывает ассамблея народа Казахстана. И чтобы у нас общество было целостным, весь народ старается, чтобы казахстанское общество было целостным. А религиозные деструктивные течения могут специально создавать такую конфликтную среду, чтобы у нас общество дезинтегрировалось. Вот это все приводит к дезинтеграции общества. Как отмечал исследователь терроризма Андрей Бородин, можно выделить из множества психотипов два психологических типа, которых чаще других вербуют в экстремистские группировки. Первый тип неуверенный, второй самоутверждающийся. Такие люди обычно служат массовкой вначале, а потом становятся пушечным мясом.